Здравствуйте! Мы с вами на канале Eton TV и вы смотрите программу «Как делать деньги в Израиле». Я обращаюсь к нашему гостю, постоянному гостю, консультанту Свету Рефу. Поэтому скажи, пожалуйста, банки. Мы говорили на прошлой встрече о том, что бизнесу, которому надо подняться, которому надо начать развиваться, необходимы деньги. Деньги можно взять в разных местах. Можно у друзей, у знакомых, можно еще у кого-нибудь, можно в банке, можно в фондах. Про фонды мы говорили в прошлый раз. Теперь банки. Казалось бы, все ясно и просто. Ты идешь в банк и берешь деньги. Но это только на первый взгляд. Какие трудности подстерегают потенциального, скажем так, заемщика, человека, который стремится получить деньги для своего бизнеса, в обычном заведении, которое для этого как бы предназначено, в банке? Начнем с того, что просто взять деньги в банке, но стеклянно, если они там есть. Это раз. Второе, это непростое заведение. Это стеклянная банка, это большая редкость в наше время. Надо пояснять людям, что это такое. Молодым особенно. Так вот. Банк очень серьезная организация. Ее, скажем так, предпринимательский вес, как правило, намного-намного больше, чем предпринимательский вес, скажем, владельца небольшого бизнеса. И надо уметь с ними работать. Это непросто. Но есть случаи, когда фонды, просто не стоит идти в силу бюрократических процедур времени, которые это занимает. Или, скажем, это небольшая сумма, и, в принципе, нет смысла заводиться со всей этой процедурой, хотя и можно было получить, наверное, из фондов. Да быстро и просто получить в банке, относительно просто. Банк, это коммерческая организация, надо четко совершенно понимать, поэтому нет интерес дать деньги. То есть, это организация, которая продает деньги. Совершенно верно. То есть, это обычная торговая организация. Они хотят заработать. Их интерес дать деньги. Поэтому тот, например, говорит, а вот мне не хотят дать деньги, это не совсем так. Они бы и рады дать. Клиент не тот. Но страшно. Да. Точно так же, как любой предприниматель, к нему приходит некий заказчик, он на него смотрит, говорит, страшно давать ему деньги, не деньги, скажем, а предоставлять услуги или продавать товары. Да, согласен. Страшно. Точно так же банк. Но, в принципе, банки очень заинтересованы, очень хотят хороших клиентов и с удовольствием дают им деньги. Вот несколько слов, пожалуйста, вообще о банковской системе Израиля. Потому что она немножко отличается, например, от системы, которая существует в странах бывшего Советского Союза. Ну, скажем, наверное... Она больше похожа на европейскую или на американскую? Трудно сказать. Я не знаком ни с американской, ни с... Она своя, оригинальная, да? Нет, она не оригинальная, это уж точно. Строили ее выходцы из Европы. Так что я думаю, что она ближе, наверное, к европейской. Но это не важно. Здесь формировалась своя банковская система. У нас банков немного. Всего 15 банков есть в Израиле. Но... По-моему, в Санкт-Петербурге раза в два больше банков. Возможно. Но население у нас как бы такое же примерно, да? А население такое, как в Санкт-Петербурге. Но! Без Ленинградской области. Ленинградские банки, ленинградские, израильские банки, они исключительно солидные, пользуются заслуженным авторитетом в мире. И два банка, Апуалим и Леуми, входят в 150 крупнейших, в 100, извиняюсь, в 100 крупнейших банков Израиля. Дискон, в 150 крупнейших банков мира. Но это не выглядит. То есть вот солидными они не выглядят. Не выглядят. Ты приходишь... Я слышал просто отзывы от людей, с которыми мне приходилось иметь дело, ну, относительно свежих репатриантов, которые говорят, что это такое, что это банк? Я подхожу, там стеклянная дверь, никакой бронированный. Охранник стоит не всегда. Заходишь, там крошечное помещение, сидят там 2-3 человека. Хорошо. Это... Мы потом как-то поговорим о ментальности. Договорились? Кстати, о ментальности надо поговорить в следующей программе. Это очень интересно. Еще раз. Смотрят, надо смотреть на банки не по внешнему виду, а что они способны сделать. Какие операции они проводят, насколько они хорошо работают, насколько они устойчивые. Израильские банки, вот прошу обратить внимание, за весь кризис 2008 года и сегодня, в принципе, в мире, мир охвачен финансовым кризисом. Ни один израильский банк не подошел близко даже к границе риска, к границе опасности. Но один банк пытался, и мы знаем об этом. Это не он пытался, это, скажем так, они были тоже далеки от того, чтобы попасть в зону риска, и их вовремя остановили, что называется. Поэтому израильские банки очень консервативные. В последнее время с американскими банками, тоже рассказывали там в Америке, пожалуйста, взял одну суду, другую суду, взял один раз в дом, другой раз в дом. Здесь номер не проходит такой. Но в результате у нас и не будет такого кризиса, как в Америке. То есть за счет того, что израильские банки не такие добрые, как банки, скажем, американские, это более устойчивая система. То есть нет идеальных систем. Есть плюсы, есть минусы. Хорошо, но нам, как простым потребителям, которые хочут получить ссуду в банке, это наоборот сложнее. То есть получается, что нам ставят всевозможные препятствия, требуют дополнительные бумажки. Нет, препятствия не ставят. Просто банкам надо уметь работать. Надо понимать, что банк хочет от своего клиента. Хорошо, так что же банк хочет? И как с ними бороться? Бороться с ним не надо. Наоборот, банк надо сделать партнером, чтобы он хотел помочь. Как в той старой перестроечной рекламе, да? Мы не халявщики, мы партнеры. Свежего предания. Так вот, еще раз. С банком нужно уметь работать. Нужно понимать, что они хотят. Нужно с ними говорить на одном языке. В первую очередь банк хочет видеть, понять, вернее, кто его клиент. Что он из себя представляет, чем он занимается, насколько он человек надежный. Или бизнес надежный в данной ситуации. Но поскольку встречают по одежке, то не рекомендуется приходить в банк, например, в майке и в шортах. Да, если вы не занимаетесь, скажем, ремонтами. Если вы придете в тройке в костюме, придете в костюме тройки. И скажете, вот у меня ремонт по бизнесу, а по перевозкам. На вас посмотрят тоже непонимающие. Опять же, мы возвращаемся к ментальности. В костюме тройка в Израиле Зарк. Мы возвращаемся к ментальности. Согласен, на ментальности мы будем говорить в следующей предыдущей. Банк интересует гораздо больше. Ваши финансовые показатели как бизнеса. Если у вас новый бизнес, они хотят увидеть, как правило, бизнес-план. Понять, что вы хотите делать, насколько это реально, насколько вы соответствуете этой идее. Если приходит человек, который ни сном, ни духом. У меня сейчас был звонок. Человек хочет открыть кафе. Ни сном, ни духом. Никогда. Вот просто хочется. Нет шансов, что он получит деньги. Не потому, что банк злой. А потому, что не хочет терять деньги. Потому что очевидно, что человеку не получится этот бизнес. Да, но интересно другое. Особенно в конце года это было характерно. В конце декабря многих клиентов обзванивали работники банка и предлагали. Не хотите взять суд? Совершенно верно. Только давайте проведем статистику, кому они звонили. Они звонили только хорошим клиентам. Только тем клиентам, у которых есть репутация, что называется, банковская. Сын, позвольте не согласиться. У меня есть много примеров. Когда звонят, предлагают такие суды. Берют один сын моего знакомого, мальчик, у которого не было ни доходов, ничего. Там 20 с небольшим лет. Ему предложили суд. Он ее взял, радостно поехал погулять по Европе. Папа ничего не подписывал. Папа ему ничего не подписывал в банке. Ничего не подписывал. Погулял по Европе, денег нет. Все. Смотрите, банк, в принципе, готов рисковать. Если у этого мальчика в прошлом не было никаких проблем. Если у него поступал какой-то доход. У него проблем не было. У него доходов не было. Значит, были какие-то доходы, если банк согласился ему дать определенную суду. Без доходов нет чудес на свете. Банк не даст суды, если нет доходов. Если есть доходы, даст. Хорошо, по порядку. Каким образом нам с ними работать? Первую очередь, нужно себя уметь представить. Раз. Второе, нужно говорить на общем языке. То есть, вот скажем, я хочу получить в банке финансирование. Неважно в каком виде. Когда вы приходите в банк, нужно сразу уметь поставить задачу. То есть, вот я создаю бизнес, или у меня есть бизнес, мне на такие-то цели нужна такая-то сумма, которую я собираюсь использовать так-то и так-то. Поставили задачу. Дальше. Не ждите, когда банк вам предложит вариант. И дальше надо понимать, что банк может вам предложить. И надо ему сказать, я был бы заинтересован в суде на такую-то сумму, на такой-то срок, на таких-то условиях. Эту информацию можно каким-то образом получить заранее? Да. То есть, идти подготовленным? Конечно, можно пойти подготовленным. Наверное, есть сайт банка, на который можно зайти, посмотреть, какие там условия. Нет, надо просто знать, ну да, можно посмотреть, условий там вы особенно не найдете. Но, в принципе, нужно просто немножечко почитать о банках. Просто можно было бы предварительно поговорить даже, проверить почву. Какие основные типы? Суд предлагает банк. Мы закончим, наверное, с... Так вот, предложить. Не обязательно просить в суду, можно предложить, скажем, разрешенный минус. Потому что разрешенный минус есть свои плюсы. И после этого не надо дожидаться, когда банк скажет, ну хорошо, какие гарантии. Сразу предложить, понимая, что банк все равно спросит про гарантии. Сразу предложить, смотрите, я готов вам предоставить под свой разрешенный минус, скажем, у меня много есть отсроченных чеков, я готов их вам положить в качестве гарантии, например. Или дайте мне суд, я готов привести двух гарантов. Вариант может быть, я готов у вас взять суд, но при условии, что я только я подписываюсь личную гарантию и больше ничего. Уже банк будет решать. Но банку гораздо проще решить, потому что вы с ним говорите на одном языке. Банк понимает, что вы хотите, что вы предлагаете. А дальше уже начинаются переговоры, как любой коммерческой организации. Потому что, когда вы приходите и начинаете бегать, не знаете, чего вы сами хотите, то банк к вам так и относится. Хорошо. Теперь о видах суд. Основные, понятно, что их очень много. Самое знакомое для всех, наверное, это разрешенный минус. Тоже своего рода суд. Банк говорит так, вот вам некая сумма, вы в любой момент можете ей воспользоваться. Сегодня вы ушли, там свой минус 10. Если это как бы не совсем судно, просто надо пояснить для тех, кто не понимает. Значит, у вас есть расчетный счет в банке, и вот на этом счете вам разрешается уйти в минус. То есть, воспользоваться банкискими деньгами сверх того, что у вас есть. Да. То есть, у вас на счете тысяча, а вы захотели потратить полторы. Вот вам сейчас это необходимо. Ну, давай так, у вас есть на счете ноль, а вам нужно 20 тысяч. Вам дается минус 20 тысяч. Пожалуйста, заходите, пользуйтесь, за это вы платите проценты. В этом есть преимущество, особенно для бизнеса. Не нужно на 10 дней. Это экспресс-суда, то есть, ты можешь... Это не экспресс-суда. Экспресс-суда, это же другое. Опять, это постоянная кредитная линия, назовем это так. Да, так правильно. Вот там вот вы можете, зашли, взяли, использовали эти деньги, через неделю у вас сделка закрылась, получили деньги, закрыли минус. Закрылась она чуть раньше, значит, ты раньше закрылась. Важно, что вы платите ровно процент за 100 время, что вы стояли в этом минусе. В отличие от суда, когда вы получаете некую сумму в пользование и можете ей пользоваться по своему усмотрению. На определенный период. На определенный период, под определенные проценты. Тут вы уже взяли, вы платите, неважно, вы использовали эту суда, не использовали эту суда, может, она лежит у вас на счете. По каким-то причинам, вдруг, вас повезло, не воспользовались. Но вы все равно будете платить проценты, правда, есть условия, при которых можете досрочно вернуть ссуду, но это уже нюанс. Вот, пожалуй, две наиболее типичные суды, ну и, конечно, кредитные карточки. В Израиле основная масса кредитных карточек, она банковская, то есть выдается через банки, для банка это тоже своего рода кредит. То есть банк вам говорит, вы можете пользоваться этой карточкой в пределах определенной суммы. И даже, как бы, у вас сейчас этих денег нет, но в пределах этой суммы вы можете пользоваться, платить, потом определенного числа с вас это снимется. Важно, чтобы на это число у вас были деньги. Кредитные карточки мы затронем, наверное, в следующих передачах. Несколько слов еще о суде. На каких условиях даются суды? Под какой процент? С привязкой к индексу цен? С привязкой к доллару? К чему? Ну, тогда давайте так. Есть, перечислили все виды суд, собственно говоря. Суды можно, давайте сначала терминологии договоримся. Есть фонд суды, да, это ту сумму, которую мы взяли. Есть срок суды и есть процент. Так вот, есть у нас суды краткосрочные, до года. Среднесрочные 5-6 лет и свыше это уже долгосрочные суды. Можно разделить их. Шекелевые суды, значит, шекелевые суды идет. Или под постоянный процент, скажем, 10% годовых, 5% годовых. Есть суда с меняющимся процентом, прайм плюс. Наверное, надо будет объяснить, что такое прайм. Да, обязательно. Но пока примите как некую данность. Прайм плюс. Есть суды, привязанные к индексу цен, когда вы получаете некую сумму. Фонд суды привязан к индексу цен инфляции. И, соответственно, может расти, остаток суды может расти или падать в зависимости от движения. А процент инфляции определяется раз в месяц. Цент какой-то постоянный, который вы дополнительно платите. Кстати, вот когда мы говорили о суде Министерства абсорбции на бизнесы, вот она именно так и построена. Привязка к индексу цен плюс небольшой процент. Машканты так построены, то есть ипотечные суды. И, наконец, здесь суды привязаны к валютам. Но это отдельный разговор, сложный разговор. То есть, может быть, конкретной валюте, может быть, корзине валюты. Может быть. Как правило, это интересно тем, кто работает в области международной торговли. Примпорт-экспорт там, это как инструмент защиты от, например, падения курса. Хорошо, про Prime. Что такое Prime? Prime. Начнем вот с чего. Банк Израиля устанавливает каждый месяц некий процент, по которому он, собственно говоря, продает шекели, местную валюту, банкам. На сегодняшний день это, чтобы мне не соврать, 2,75. Плюс есть 1,5%, это как бы номинальная прибыль банка. Итого Prime, вот этот банковский процент Израиля. Она фиксирована, это прибыль банка? Да, 1,5%. Плюс 1,5% это вот 4,25%. А дальше начинается уже построение банковского процента, который мы получаем. То есть, та самая торговля, которая... Да, Prime+, а может быть Prime-минус на самом деле. То есть, банк продает деньги в убыток себе? Нет, какой убыток? Если 4,25%, да, и из них 1,5% прибыли, тебе дают Prime-минус полпроцента, значит, прибыль банка всего 1%. Но, когда такое получается? Скажем, я сейчас хочу купить новую машину, я готов эту машину новую заложить в банку, и мне нужно всего половину от стоимости машины в виде суды. Идеальная сделка для банка, и тут можно получить прекрасные суды, очень низкие проценты. Вариант может быть, когда я прихожу в банк и говорю, знаете, у меня есть идея, денег особых своих нет, ниакий минимум, мне нужно 200 тысяч, и гарантии я с трудом наскреб, чтобы банк принял, и банк оценивает, что риск велик. И тогда мы получаем Prime-минус 7, или Prime-минус 8, Prime-минус 9. Понятно. То есть, подводя итог нашей сегодняшней беседы, можно, наверное, сказать следующее, что, во-первых, если вы хотите получить суду в банке, нужно сделать домашнее задание, то, что называется, подготовиться, посмотреть, какие типы суд бывают, что вам необходимо, какие гарантии вы можете представить, какие документы вы можете принести, ну, одеться поприличнее, прийти в банк и решить, да, какую суду вам предпочтительнее получить. Да, и еще нужно одно вещь понимать. В банке вы работаете с людьми. То есть, вы идете к конкретному человеку. Ну, мы в самой первой передаче немножко говорили об этом. Да, к конкретному человеку идете, и поэтому нужно учитывать, с кем вы разговариваете. Ну, это понятно, это в любом бизнесе. То есть, это работа с людьми прежде всего. И это еще надо понимать, вы идете в бизнес, вести деловые переговоры. И, кроме всего прочего, в заключение необходимо сказать, что с банком можно и нужно торговаться. Несомненно. Но только понимая, что... Но в разумных пределах. Висовые категории разные. Хорошо, но торговаться нужно. Это что-то нужно понимать. Итак, мы с вами на канале ИТОН ТВ. Вы смотрели программу «Как сделать деньги в Израиле». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова